Ура, она вернулась! Ура, ура! Доброе утро! Доброе утро! Аня Лепихина в студии, наконец-то! Мы можем поговорить о серьезных вещах. Ну и начнем с письма, которое поступило к нам в редакцию. Моему сыну 6 лет. Последнее время на него стали жаловаться воспитатели и родители других детей. Говорят, много дерется без повода. Я вижу, что он стал более жестко отстаивать свои права. Раньше безропотно отдавал игрушку, если отбирали, а сейчас отдает отпор обидчикам. Он мне так и объясняет, что подрался из-за игрушки или обозвали. Другим родителям я пытаюсь донести информацию, что дети сами его задирают, что он дает сдачу. Но встречаю очень агрессивную реакцию. Воспитатели тоже постоянно меняются, текучка кадров какая-то, поэтому они толком наших детей не знают и мало чем могут помочь. Хочу пойти к психологу детского сада, но вот предварительно хотела вам обрисовать ситуацию, так как слушаю Анну каждый четверг. И еще тут дополнение. Сыну склонно верить, хотя понимаю, что может быть где-то он и фантазирует. Дома ведет себя адекватно, как и на детской площадке, если, конечно, из рук никто ничего не выдергивает. Светлана. Интересно, да. Интересный вопрос. И скажите, а вы как относитесь к этой истории? То есть какие-то первые мысли, чувства, что... Я считаю, проблема у родителей в том, что они не могут поговорить и услышать друг друга. Ну, вообще... Прекрасно. Я не помню, чтобы вот в моем детстве родители разбирались. Ну, допустим, моя мама пришла, да, вот с кем-то я подрался, и пришла там мама вот этого другого мальчика, и они начинали друг с другом что-то там выяснять какие-то отношения. Вот никогда такого я не помню. Сейчас это повсеместно встречается, да, и... Бывает, что и взрослые сами пытаются там, значит, другому мальчику там доказать что-то, да? Я считаю, тоже это неправильно. А может быть, извини, перебью, а может быть, это раньше система была другая? Воспитатель вот так сделал, и все сели по стульчикам, по углам. Я вот, 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 вот я и хотел сказать, что... А сейчас воспитатели очень не имеют права жестко разбираться. И воспитатель разбирался с родителями, вот так это все было. И да, и так было. А сейчас вот насколько... Все, на откуп родителям отдали, а они к этому оказались не готовы. Защищает каждый свое чадо. Хотя это правильно. То есть ваша история, то, что воспитатель отвечает за процессы, вот, как бы, вот это его прерогатива. Даже вот играли-играли, когда и там... А, все будет рассказано там, ну, там, имя, да, воспитатель. Все будет рассказано, понимаешь? Вот, знаете, кому рассказывали? Воспитателю. И это считалось, ой, ой, все, сейчас воспитателю расскажут все это. Кранты. Да. Ну, да. Ну, то есть есть особенности какие-то системы, которые сейчас, они... Ну, нет власти, как будто бы. Вот там-то такое сказала, Светлана, что воспитатели постоянно меняются, постоянно меняются, да. То есть какая-то такая непонятная система, и вот они вроде как бы временно там, может быть, не так сильно включены. Не вникают, детей не узнают, не успевают узнать, да. Ну, я тут, конечно, тут так маленечко фантазирую уже, потому что информации мало, и здесь мы не будем разбираться и фантазировать про то, что происходит в семье, потому что может быть очень много причин, почему вдруг, внезапно, ребенок меняет поведение. То есть что там такое происходит, это предмет действительно для консультации, вот мама такая прям молодец, что она собралась там, не бросает всю эту историю, собирается к психологу сходить на прием, ну, это очень хорошо. Не, ну, в принципе, это нормально, что ребенок отстаивает свою позицию. А вот, ты знаешь, здесь все зависит от формулировки. То есть вот можно сказать, мой ребенок четко знает свои права и уверенно их отстаивает, а можно сказать, что он дерется по поводу и без повода, да. То есть здесь все зависит от формулировки, и мне кажется, что здесь информации недостаточно. Мне вот очень понравилось, как ты сказала, что, конечно, родителям хорошо бы договориться между собой. Ну, вот я думаю, что тут вот такая очень, как сказать, многоходовочка. Вместо того, чтобы так вот очень полярно смотреть на ситуацию, что либо родители разбираются, либо там дети сами, либо он дерется, либо он отдает, есть очень много промежуточных вариантов. Ну, например, ты правильно сказал, что прежде чем родителям разбираться, есть несколько вариантов. Дети могут разобраться между собой, потом они могут подойти к воспитателю, сказать. Воспитатель может предложить им какие-то варианты, как они могут продолжить разбираться между собой. Потом воспитатель может попробовать повлиять на эту ситуацию. Если воспитателю ничего не получается, он обращается к родителям. Родители пытаются с детьми как-то там работу провести, потом пытаются делать это консолидированно. То есть много-много форм взаимодействия, которые здесь можно применить. И вот здесь тоже мне почему-то послышалась некая гордость такая, что мой ребенок стал жестко отстаивать свои права. Ну, видимо, на контрасте раньше действительно был забитым мальчиком каким-то, да? И мама вроде как и радуется, что он начал наконец отстаивать, но вот теперь вылилось это в другое. Ну, мы вот тут тоже так фантазируем. Я не знаю, что происходит на самом деле, потому что я боюсь так, ну, огульно сказать, но я вижу, что мама сама, она тоже такую очень активную позицию занимает. Она пытается донести информацию до других родителей и убедить их в том, что это их дети не правы. И я очень понимаю ее посыл, потому что, ну, я не знаю, что вызывает еще такие сильные эмоции, как ситуация, когда твой ребенок как-то там, ну, как тебе кажется, страдает или вот он там его обижает. Это сразу же просыпается там мать-тигрица практически в каждом человеке, там, или отец-лев, который идет на войну убиться там за свое. И очень часто еще здесь фонит своя какая-то детская история. Ну, то есть, вот, я не знаю, ребят, у вас было такое, что вы заходите в школу, когда там вот эта вот вся суета, там вот эти строгие учителя ходят, и вот как-то немножко дискомфортно уже хотелось бы уйти обратно. Вот у меня бывает, когда вот толпа-толпа прям такая, и вот что-то такое, всем надо идти строим, я себя чувствую не очень уютно, я понимаю, что это отголоски моего отношения к школе. И вот очень часто фонит что-то свое, там, если я был таким бойцом, я и тут буду тоже, и в родительском комитете я буду там всех. Но она же пишет при этом, что и дома, и на площадке, и во дворе он адекватен, и таких ситуаций не возникает, если к нему не лезут. Тут она может быть, видимо, свидетелем, а в садике не может. Если у него никто не выдирает из рук, не забирает из рук, да, но тут, мне кажется, что небольшой ассортимент стратегий. То есть, либо отдать, либо драться. А есть же еще варианты, то есть, что можно предложить ребенку, ну, можно предложить поменяться, да, можно предложить поиграть вместе. Сдать в аренду. Слушай, это свежая решение. Мне кажется, отличная, да, ну, походит. Можно предложить поиграть вместе. Если кто-то забирает, можно спросить, слушай, а зачем ты это делаешь? Я, понимаете, нравится моя игрушка, а что ты, ну, можешь мне взамен предложить? То есть, можно уступить в какие-то переговоры, разговоры. То есть, до того момента, пока бьешь в нос, есть еще очень-очень много шагов. Ну, в детстве этого не понимаем. А потому что никто не объясняет. Ну, никто не объясняет. Конечно. Вот задача родителей, да? У нас был в садике пацан, который всех колотил. Ну, просто, без причин, просто всех колотил. И родители его приходили, им было стыдно, они краснели, они рассказывали, как он себя ведет. Они там, да, мы повлияем. Ну, все равно не получалось, потому что он приходил снова, значит, что вот что-то ему не нравится, он сразу бил. То есть, ну, вот у него все, один аргумент. У него был небольшой словарный запас. И так было, пока его не перевели в другой садик. И тогда он бил там. Там уже никто не знает, что было. Да, история этого уже... Не, ну, слушайте, ребят, конечно, бывают крайние варианты. Точно так же, как крайние варианты бывают во взрослом обществе. И тех людей, которые не способны справляться социальными нормами и правилами, их изолируют. Ну, то есть, сначала там у тебя штраф, потом тебя посадили в тюрьму, там и так далее, и тому подобное. И вот, мне кажется, в детских сообществах есть тоже аналог. То есть, сначала переговоры, потом начинаются какие-то санкции. Потом, если оказывается, что ты не даешь жить целому коллективу, ну, тогда тебя переводят в какое-то специально отвезенное место, там, или домашнее обучение, или куда-то еще. Ну, то есть, у детей тоже есть вот этот вот набор последовательных санкций. Вот. Но мне кажется, что прежде чем вот уходить в какие-то крайние варианты, у меня ощущение, что здесь пропущены моменты переговоров. Что в ситуации ребенка, что в ситуации родителей. Давайте более подробно об этом уже после рекламы. Давай. Продолжаем разговор у нас в студии Анны Лепихина, и мы говорим о детских конфликтах в садике. И, соответственно, мы остановились на том, что нужно правильно вести переговоры, да? Да. Разговаривать. Разговаривать. И я вот еще раз хочу поддержать вот маму, которая написала нам вопрос. Это на самом деле очень такая непростая ситуация, очень эмоционально такая заряженная, когда на твоего ребенка жалуются, и его там обвиняют во всех смертных грехах. И мне вот импонирует то, что она в любом случае на стороне своего ребенка. Ну, то есть, мне кажется, это более такая для ребенка позиция целительная, чем если бы мама, не разобравшись, начинала его наказывать и притеснять и что-то такое прочее. И здесь, мне кажется, будет еще лучше, если прежде чем... Ну, то есть, вот у нее... Ей сказали, ваш ребенок делает то-то, то-то, да? Там он дерется. Она спросила сыну, говорит, да, но я дерусь только, если меня что-то отбирают или обзывают. Все, у нее сложилась картинка, что мой ребенок не виноват, на него наговаривают. И мне кажется, что здесь хорошо бы не действия сначала делать какие-то, а собрать информацию у воспитателей, у других родителей, у других детей. То есть, не доносить свою информацию, а сначала много-много слушать и разбираться. Потому что, ну, на самом деле, ну, у ребенка, у него тоже может быть немножко искаженное восприятие. Ну, вспомните себя в гневе. Каждый раз, когда ты в гневе, ты прям уверен, что прав. Ну, это такая специальная эмоция. Ну, да, потом остынешь немножко, подумаешь, и уже начинаются варианты какие-то в голове. А потом, а у ребенка еще, во-первых, осознанности не так много, а во-вторых, он еще может бояться потом. Ну, то есть, вот там ему казалось, что он прав, а потом вот я сейчас маме скажу, ну, и, в общем-то, страшно. Как вот, ну, вот вы много видели детей, которые могут прийти, шестилетние, сказать, знаешь, мам, я вот так разозлился, там, кого-то ударил, потому что на меня там обозвались, а теперь я понимаю, что я был неправ, и вот... Взрослых-то таких не могла бы. А, не могла бы ты выбрать мне наказание, соответствующее моему возрасту и уровню интеллектуального развития. Как тот король, да, про которого я рассказывала. Ну, да, ну, как бы такая фантазийная история. Поэтому вот здесь очень здорово, во всех переговорах есть такое правило. Сначала старайся понять, а потом быть понятым. И вот эти вот ужаснейшие конфликты на родительских собраниях, в родительских чатах, вы, наверное, там все знаете эти истории, которые разводятся там просто, ну, до какого-то невероятного кульминационного момента. Вот они именно за счет того и происходят, что людям кажется, что их не понимают, что их не слышат. И здесь первый шаг родителя – это постараться услышать и понять все стороны вот этого конфликта. Второй момент – стоит призвать родителей другой стороны, там, или воспитателя, к решению некой общей проблемы. Что, слушайте, ну, друзья, у нас вот сложилась такая ситуация, что наши дети не умеют решать спорные моменты, кроме как кулаками. Что мы можем сделать для того, чтобы они, ну, вот это вот научились делать. Как мы можем им показать пример? А как мы можем с ними поговорить? А может быть, мы можем позвать нашего садовского психолога, чтобы он с ними попроводил игрушки, как раз какие-то вот игры, на решение конфликтов. Еще такая вот фишка, что дети шестилетние, они вот это вот наше, ты понимаешь, вот другие люди тоже лунги, их бить нельзя, там, решай с вами. Вот они это все вообще не понимают. Для них вы в этот момент большая говорящая голова, и они только вот так сжимаются и думают. Когда это кончится? Когда это кончится, поставят в угол, не поставят, там, накажут, не накажут, отберут планшет, не отберут планшет. И как в следующий раз получше это все замаскировать? Возможно, да. Ну, либо просто страшно, вот мама как-то сейчас не со мной. Ну, то есть вот смысл навряд ли дойдет, так как мы с вами сейчас разговариваем на радио. Вот, поэтому дети хорошо понимают в игре, в каких-то метафорической форме, там, в сказках каких-то, кто как делает. Ну, и, конечно же, они снимают поведение родителей. Поэтому, если родители у себя могут такую выработать штуку, прежде чем реагировать, разберись, это вообще будет гениально. То есть когда, неважно, кто приходит, там, муж пришел, сын пришел, что-то произошло, ух ты, ну рассказывай, а он что? А как ты думаешь, зачем он это сделал? Вот этот вопрос, а зачем ты это сделал, зачем он это сделал, он позволяет перейти уже на какой-то такой более осмысленный уровень и разобраться. То есть, друзья, мой посыл сегодня такой, что, конечно, каждая такая ситуация, особенно когда внезапное поведение, внезапное поведение у ребенка меняется, она требует, ну, такого детального рассмотрения, что с семейной ситуацией, что у него со здоровьем, может быть, есть какие-то там, ну, в связи с ростом обострились неврологические какие-то проблемы, там, нужно поделать массаж, попить, там, какие-то нейровитамины, и будет все хорошо. Ну, то есть, вот, импульсы тяжело ребенок контролирует. Может быть, на самом деле, там, у него сейчас, так сказать, конфликтная, серьезная ситуация происходит, он проживает в саду. Может, воспитатель сменился, и он злой, и ему не нравится. Ну, то есть, там много может быть причин. Но первое, что делает родитель, это вот он не кидается вот так вот в бой, а он сначала... А кто там, да, я сейчас. Да, сейчас я его, да. Я понимаю, это родительский подвиг. Вот мне сам очень тяжело, ну, держать такую паузу, прям тяжело, там, своих прям, ух, как хочется сразу вступиться. Вот, а поддерживает своего ребенка, старается понять его, старается разобраться в ситуации, и он подает пример, что можно держать паузу. Ну, и вот. Мы не забываем про роль воспитателя, собственно, да? Да, да, воспитатель, конечно, здесь тоже, ну, очень хорошо, если с ним удается наладить контакт. Но вот тоже не то, что на него сбросить, это ваша обязанность, как хотите, так и решайте, ну, предлагать ему как-то посотрудничать. Может, когда-то прийти пораньше, посмотреть, как дети вообще между собой там на прогулке ведут. Вот, с воспитателем это обсудить, спросить, а как он к этому относится, что он собирается делать. Ну, да, вот я согласна, что прям, это такой ресурс, с которым стоит подружиться, и тогда хорошие шансы на выживание вашего ребенка в детском, дошкольном или школьном учреждении. Вообще, тема, надо сказать, такая глобальная. Тут нужно еще говорить и говорить. Ой, не говорить и вообще. Но времени, к сожалению, уже нет. Ну, да. Давайте жить дружно. Да, ну, и родителям всем много любви, терпения, душевных сил. Алили Пекина. Да. Спасибо. Счастливо.